Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебя, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебя, честь и поклонение, слава и благодарение, во веки веков. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь, за свет этого нового дня. Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце. Сохраняй, повторяй. Дивно наделил, удивляться будешь, что он совершил. Господи, хвала Тебе. Дивные дела Твои, Господи. Благодарю Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Да будет благословен этот день прощения друг другу. И помоги нам в радость войти в Великий пост, ожидая Пасху Христову. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Аллилуйя. Евангелие от Матфея, 14 глава. В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем. Это Иоанн Креситель. Он воскрес из мертвых, потому что чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его посчитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочери Иродиады, прислала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. А она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Я печалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послала все еще Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя взяли тело его, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышал Иисус, удалился оттуда на лодке, в пустынное место, один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его, и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда, и велел народу возвлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воздрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коровов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку, и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору, помолился наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус точно заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Иисусу и сказали, истинно Ты, Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Генисарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. И просили Иисуса, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Аллилуйя. Господи, благослови сие дитя, помажь его Духом Святым. Садила из него благовестника, проповедника, миссионера, чтобы он любил Иисуса, умершего за его грехи. Ты сказал, пустите детей ко мне и не препятствуйте. Люди препятствуют грехами, дурным опытом, злым научением. Господи, услыши молитву сию и благослови дитя сие. Светом Евангелия просвети его разум. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже наш, кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создания Своего. Благодарим Тебя, Христе Боже наш. И молим Господи. Пошли, добрых служителей. Благослови, Владыка. Милости Твоей полна земля, Христе Боже наш. Благодарим Тебя. Пошли, добрых миссионеров, проповедников. По всему миру. Дабы возвестили Слово Евангелия христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. Дабы все услышали о Твоей любви, Христе Боже наш. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Господи, благослови патриарха, епископов, священников. Дабы служили Тебе от всего сердца. И даруй всем духовное рождение свыше. Избавив от сребролюбия, от всего, что не славит Тебя. Дабы не было симонии. Строго исполняли правила и каноны. И любили народ сей, погибающий во тьме неведения. Дабы учили его день и ночь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, наш Господь Христос, за великие милости Твои явленные и в этом начинающемся дне. Мы не знаем, что ожидает нас, Господи, в этот день, которого никогда не было во Вселенной. Научи с благодарностью Тебя принимать все и скорби, и печали, и радостные и печальные известия. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Благодарим Тебя, Господь. Великие дивные дела Твои, Христе Боже наш. Аллилуйя. Прости, Владыка, и помилуй. На Тебя бы уповает душа моя. К Тебе прибегаем и спрашивая Твоей милости. Аллилуйя. Псалом 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного. Господи, поступающий так, не поколебрится вовек. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, пошли добрых благовестников по всему миру, дабы возвесили о любви Твоей. Боже дивный, хвала Тебе. Ибо всякий, делающий доброе, идет к свету, дабы явно были дела Его. А делающий злое не идет к свету, дабы не обнаружились дела Его, ибо они злые. Ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Евангелие от Матфея, 15 глава. Тогда приходят к Иисусу и Иерусалимские книжники, парисеи, и говорят, «Зачем ученики Твои переступают предание старцев? Ибо они умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, посчитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью дом врет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовала вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстает от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим». И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали Иисусу, «Знаешь ли, что парисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Иисус же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец Мой на небеса насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Петр же, отвечая, сказал Иисусу, «Изнеси нам притчу сию». Иисус сказал, «И вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит с шрева и извергается вон? А исходящее из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Иисус же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их ногам Иисусовым. И он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Иисусу, ученики Его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв всем хлебов и рыбы, воздав благодарность, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, Иисус вошел в лодку, и прибыл в пределы Магдалинские. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создав имя Господи, помилуй меня! Бесчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он и небеси, и на земли! Хлеб наш насущен, подавай нам на каждый день! И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Псалом 15 Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю! Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны! К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое! Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому! Я не возлил кровавых возлияния их, и не помяну имен их устами моими! Господь есть сейчас наследие моего и чаши моей! Ты держишь жребий мой! Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня! Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя! Всегда винил я перед Тобою Господа, ибо надесну и меня не поколеблюсь! Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании! Ибо ты не оставишь души моей в ваде, и не дашь святому Твоему увидеть тление! Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженства в деснице Твоей во век, аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Великие дивные милости Твои! Благослови нас, Господи, и помилуй! Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе, милосердный Создатель, сотворивший небо, землю, море и все, что в них! Аллилуйя! Евангелие от Матфея, глава 16-я. И приступили парисеи и саддуке, и, искушая Иисуса, просили показать им знамения с неба. Иисус же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастья, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамения времен не можете. Род лукавый прелюбодеянный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионок пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им, смотрите, берегите закваски парисейской и саддукейской. А они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли. Еще ли не помните и не понимаете о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали. Не о семи хлебах на четыре тысячи. И сколько корзин вы набрали. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски парисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им, беречься не закваски хлебной, но учения парисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесария Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди посчитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого посчитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камням я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Иисус же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись с себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в царстве своем. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Доброе утро! Доброе утро! Вы хотели что-то сказать? Честно! Вопросы, может, какие есть? Я-то забудели, честно! Вы за рулем? Нет! А? Нет! Ну, понятно дома. Радостно, наверное, нет сейчас. Ну, сегодня прощенное воскресенье, вы знаете это? Нет, кстати. Все, завтра начинается пост, семь недель, а через семь недель, с понедельника завтрашнего, будет Пасха Христова. А, вот не понял. Да, сегодня все прощения просят друг у друга. Мне похуй тесно, как вас зовут? Вы ругать думаете, или что-то? Не понял я. Да я не хотел ругаться. Ну, это не годится, это никак не...